Саиногорский подросток скончался в республиканской больнице спустя два месяца после избиения отчимом. Как сообщает следком Пухакасии Красноярскому краю, ребенок умер, не приходя в сознание. Напомним, в начале августа стало известно о шокирующем случае, который произошел в городе Металлургов. Вечером подвыпивший 33-летний мужчина поругался со своим 14-летним пасынком, отчему не нравилось, что мальчик не помогает по дому. Во время ссоры саиногорец взял табурет и утарил подростка по голове. С открытой черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в больницу. Провели хирургическую операцию, но спасти ребенка не удалось. Накануне злоумышленника заключили под стражу. Статью покушения на убийство переквалифицируют на убийство. А в Черногорске будут судить женщину, по вине которой полуторгодовалый ребенок выпал из окна. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 29 июня, по версии следствия родители привели своего сына к родственникам в общежитие на улице Дзержинского города Угольщиков. Они попросили присмотреть за малышом. На следующий день утром супруга родственника, зная, что ранее в ее присутствии мальчик уже забирался на подоконник, все равно оставил окно открытым. В итоге ребенок, через стоящий рядом диван, залез на подоконник и выпал из открытого окна с высоты четвертого этажа. Скончался малыш в автомобиле скорой помощи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Копьево сельчане выбросили горячую залу в бак. В итоге вспыхнул мусоровоз. Инцидент произошел накануне. Сообщение о возгорании поступило в полдень. Через пять минут пожарные расчеты были на месте вызова. В кузове грузовика полыхал бытовой мусор. Как рассказали в МЧС, одна из самых очевидных версий, к пожару могла привести горячая зола, которую высыпали в контейнер. С начала года в Хакасии потушили уже больше двух тысяч возгораний. Дополнительная защита от мошенников. С 1 октября клиенты банков могут добровольно ограничивать онлайн-операции. Как рассказали в Сибирском главном управлении Нацбанка России, гражданам нужно написать заявление в свой банк, и тогда они смогут установить запрет на переводы, онлайн-кредитование, либо определить максимальную сумму для одной транзакции. При этом отменить эти действия потом можно в любой момент. Эта мера поможет бороться с аферистами, которые с легкостью могут оформить на ваше имя онлайн-кредит, либо похитить деньги со счета. Актуально это для пожилых людей, которые, увы, особенно доверчивы.